Значит, я хочу сегодня обсудить несколько замечаний Полидариса. Есть такой форупчаник различного рода нашего видео. Но в первую очередь касается того четкого наблюдения, которое состоит в том, что любой дискурс означает смерть языка. То есть что такое действительно дискурс? Это некоторая замкнутая в себе система значений. Вот отсылок, да? Ну, например, два врача находятся, можно сказать, в общем дискурсе, они понимают друг друга, у них специальный жаргон, собственно, какой-то еще. Любой дискурс, например, политический, он понимает, какие темы есть, какие темы нет, и большое количество всевозможных значений обретает именно в политическом дискурсе определенного понятия. Ведь мы же понимаем, что в политическом дискурсе медведь – это всего лишь обозначение одной из партий. Или медведь как таковой. Хотя и это тоже есть. В этом смысле любой дискурс, когда становится в его дискурс, он оказывается в рождебии, противопостоит, получается, самому языку как таковому, как некой ценности. Любой дискурс, кроме того, пытается стать языком. Любой дискурс превратится в целый настоящий язык. В то время как получается, что язык ему противопостоит. Надо постараться найти такой опыт, я хочу спросить мнение уважаемой аудитории, потому что я его не знаю. Где можно было бы увидеть вот эту дискурсивность, как развернутую дискурсивность, как бытие к смерти языка. Любой дискурс – это есть бытие к смерти языка. Собственно, в нашем повседневном опыте. Вот такое дело найти, я его просто не знаю. Это первое. Вторая ситуация – это ситуация ритуала. Ведь действительно Политарий замечает на то, что ритуал есть тоже ничто иное, как смерть языка. То есть попытка уничтожить язык, от него отказаться. Я-то ведь всегда раньше ритуал понимал совершенно иным образом. Для меня ритуал – это был один из формов речи тоже. Формы речи. Но в самом деле мы всегда говорили как о ритуале, я, по крайней мере, так говорил, как это попытка языка подражать самого себе. Но в самом деле, вот знаменитое построение из Наговицына, антропологические факторы, что либо ты охотник и охочишься на мамонта, и тогда мамонт полностью во время охоты диктует тебе свое поведение, либо ты надеваешь на себя, скажем, шкуру медведя и танцуешь в этой шкуре медведя. Вот о второй ситуации я говорил как о ритуале. То есть подражание не для того, чтобы стать медведем, а подражание именно ради подражания. Подражать, чтобы подражать. Вот такова вот эта самая ситуация была. И это говорил я ритуал. Поскольку мы иногда действия какие-то совершаем, например, пьем чай из чашки, и поскольку мы можем увидеть эту деятельность как деятельность, подражающую семья, как некоторые деятельности, я говорил ритуал. Но теперь я думаю, что это неправильное представление о ритуале. Ритуал — это что-то другое. И вот поскольку у нас есть превосходная интуиция по поводу ритуала как смерти языка, и ритуальные действия священника русской православной церкви, быть может быть, направлены что иное, как на убийство языка русского, да? Почему мой доклад, это я забыл сказать, является реакцией на доклад Антона Прозорова по поводу циклонно-славянского языка и русского языка. Антон говорит, что богослужение должно вестись на русском языке, для того, чтобы быть понятным прихожанам и для того, чтобы обожить тот же самый русский язык. Есть противоположная точка зрения, когда само по себе в свяжении есть некий ритуал. И ритуал, он как раз направлен на убийство, на смерть языка. Именно поэтому этот ритуал должен совершаться на языке прямо противоположное общеупотребимому, то есть на церковь на славянском, для того, чтобы в нем была вот эта самая священническая миссия языка, вот как таковая. И в самом деле тот же Политарь замечает совершенно справедливо, что русское православие отказывается от большого количества вещей, нужных любой нормальной христианской вере. Она отказывается от евангенизации, она не занимается проповедованием Евангелия. Вот баптисты, кто-либо еще, проповедуют Евангелия на каждом шагу, свидетели Егова проповедуют Евангелия на каждом шагу. Русские православные священники этим не занимаются. Церковь стоит на каждом шагу. Да, она не занимается миссионерской деятельностью. Вы видели, практически неизвестны священники русской православной церкви, которые являются миссионерами, хотя и такие тоже бывают, но редко. Нет, но они говорят, чтобы люди шли и несли Слово Божье. Они при этом говорят на собрании, после церковной службы, они говорят, что наша задача – это нести Слово Божье для людей, которые не знают Слово Божье. Да, но на самом деле, если мы по делам их узнаем ли, мы увидим, что эта деятельность очень слабая. И согласитесь, что у нас в России, например, есть республика Северного Кавказа, что там большое количество мусульман, что большинство из них, из-за того, что исповедуют неправильную религию, умирает без причастия. И понятно, что цель любого настоящего православного священника, если он озабочен любви к ближнему своему, будет идти и путем даже собственной жизни спасти эти души, которые могут умирать без причастия. Они этим не занимаются. Подожди, еще очень много сейчас. Они по телевизору выступают, священники? И почему? Они говорят. Да, я тоже думаю, что проблема надуманная. Мусульмане православные живут в одной стране уже. Вы раздравленные счастности какую-то взяли. Давайте просто послушаем. Какого-то еще не сметрия языка? Допустим, египрав. Что из этого следует? Да, я хочу сказать, что у нас возникает своеобразная конфессия, которая отказывается в каком-то смысле от живой жизни религии. Она не занимается миссионерством, тех безумных количеств, которые занималось католичество, допустим, этого не так давно, да и до сих пор занимается. Она занимается, кроме того, не занимается... Ну, да, говорят, что одной из причин открытия Америки это было то, что Изабелла Кастильская и ее супруг начали думать, что там где-то на островах есть какие-то местные аборигены, которые умирают без причастия. Поэтому им надо было обязательно крестить... И сострадание, да? Да, и сострадание. Она направила Христофора Колумба, то есть крестоносца, туда для того, чтобы... Они там пограбили. Не пограбили, а для того, чтобы люди, которых они ограбили, умерли бы, приняв причастие. Вот они для этого туда отправились. Ну вот, это такова вот ситуация. Хорошее прикрытие для коварной цели. Но это не справедлив к Изабелле Кастильской. Может быть, я не справедлив, но к тем, кто ехал, они понимают, зачем они туда едут. Вот, такой его деятельностью занимались. И действительно, мы видим православную точку зрения, которая отказывается от общего языка, кроме того, понятного у церкви. Говорит, выполняет все свои опрядовые стороны на церковно-славянском языке, у него доступные прихожане. Позиция Антона, она казалась бы, такая, что это в каком-то смысле неверно. Но, быть может, если ритуал это и есть смерть языка, я не понимаю, что я сейчас пошла для невыразимости. А православие, если любое христианство, это стремление к смерти, то оно должно выполнять вот эту свою погребальную миссию везде и всегда. Именно поэтому она отказывается от... то есть она разворачиваю, сводит жизнь к ритуалу. И ритуал это должен быть такой, который противоположен живому языку. Да, по-моему, я просто все консервизор пока. Да, оно очень консервативно, да. Оно очень консервативно, но мы же пытаемся подвести какой-то идеологический... Не помышлять сейчас о том, чтобы куда-то двигаться. Пытаться сохранить то, что есть и все. Самый главный тезик, во-первых, надо правильно воспринять. И считать, что ритуал почему-то как-то является смертью языка. Да, вот это... Дело в том, что... Понятие ритуал, я же понимал его не так. Я понимал как дискусс. Да, нет ничего, что может противопоставить языку... Вообще нет ничего, что может языку быть противопоставленным. Потому что язык тотальность, которую не знает внешнего. Вот, а я теперь пытаюсь, благодаря Полидарису, рассмотреть противоположную интуицию. Что у нас действительно есть тотальность, тотальность языка. Более того, два месяца назад я рассказывал о ситуации, когда бытие, то есть бытие вещи являлось ничто иным, как следствием присутствия, молчаливого присутствия языка везде. Вот просто. Не то, что да, а потому что язык вот здесь есть. Когда мы говорили о Хайдекере. Он молчаливо присутствует, стоит за каждым в нашем шаге. Он стоит за цветочным блашком и что-либо еще. А на самом деле надо говорить, наоборот, что язык является смертью, в том числе и ритуала. Наоборот, язык настолько тотальный, настолько он мощен, что он уничтожает все, он уничтожает реальность. А язык является еще смертью, смертью дискурса? Язык, я говорю, является тем инструментом, который умертвляет все, в том числе и ритуал. Когда ритуал стал языковым, он умер, он просто включился внутрь языка. Он перестал быть ритуалом. Ритуал только до тех пор был ритуалом, пока он совершался беззвучным, без языка. Но видишь, обрати внимание. И как только ритуал стал языковым, он просто стал частью языка. Потому что настоящий ритуал, это, смотрите, даже если думать, что такое ритуал. Ритуал – это замещение некоторого другого действия. Допустим, что такое, когда разрезают хлеб. Это метафора того, что тело Христово разделяется. Везде здесь метафора. Так вот, когда эти метафоры доведены до своего окончательного бытия, то есть до языка, они просто перестали вообще значить какого-то значения. И даже не важно, что там этот язык кому-то непонятен. Важно, что вообще ритуал исчез. Сама действие перестало иметь какое-то значение, кроме самих слов, которые вокруг этого действия нанизаны. Нету самого действия. Да, я понимаю примерно, что ты хочешь сказать. Но действительно, вспомним сосюровскую ситуацию, что у тебя есть в любом знаке, есть как бы две компоненты. Одна – это ситуация отсыла. Ну, например, от стула у нас идет переход к столу. От чашки чая к сахарнице сахара. И вторая ситуация, когда нечто обладает указанием на свой динутат. То, что там обозначает. Ну, например, слово «чашка» обозначает чашку. Слово «стол» означает слово «стол». Быть может, ритуал возникает тогда, когда у тебя есть динутат, то есть тело Христово, и есть хлеб, который тело Христово обозначает. Мы режем хлеб и на самом деле употребляем пищу, и мы поедем тело Христово. Ну, и точно так же с вином, да. Да, и точно так же с вином. Это не грамотный метафор. Да, но язык, быть может, вступает действительно в свои права. А что делает язык? А язык занимается горизонтальным отсылом значения. Он забывает про этот свой смысл. Он теряет тело Христово в языковом употреблении. Он его забалтывает. Для него важно от стола перейти к стулу, от чашки перейти к логике. Да, и поэтому большое значение приобретает хоры, красота, самого ритуала, какой он весь красивый. То есть, вот нет смысла, да, потому что что делает язык всегда? Что такое вообще литература? Литература – это способ, каким сделать так, чтобы смысл исчез. Между слов. Это способ красиво говорить. И поэзия, поэтому вершина литературы – это всегда поэзия. Это не смысл, это некоторая ужаса красота. Это вот, да. Ну, подожди, а как же Шахспир? У него все стихал красиво, но все понятно. Нет, поэтому хорошая поэзия и хорошая литература – это та, которая непонятна. Потому что понятно – это уже учебник, понимаешь, учебник – это то, что понятно. Это не литература, это шарпотреб. Нет, иногда и понятно, ведь и ясно, что когда я перехожу от чашки к ложке, я знаю, что такое чашка, примерно, знаю, что такое ложка. Я вот, например, не представляю, идти в церковь и услышать всю службу на русском языке. Что-то у меня даже в голове не укладывается, как это вообще возможно, и при этом почувствовать, что действительно я… И то, что на самом деле звучит такое требование, или как бы есть такая интуиция, перейти на русский язык – это окончательно уничтожить. Да, 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 да. Я тоже, что я хотел бы там сказать. Следующий шаг. Получается, что когда мы приходим на русский язык, мы подчиняем службу языку. Окончательно. Да, окончательно. И мы в этом смысле в цепочке отсылов, коннотации, которые с языка, теряем остатки тела Христова. И теряем остатки… Серьезность, теряем полностью серьезность, и все превращается в некую родную литературу. Как мы читаем, какой-то фантастический роман, это как бы где-то там, что-то там происходит. Но это нас никак не касается. Это просто роман, языковая игра. И ритуал точно так же забалкивается. Потому что ритуал должен быть некой серьезным действием, и совершаться он должен где-то в тишине. И тогда в тишине вся серьезность, и как бы вот эта мрачность, и как бы, ну, натужность, или как сказать, вот некого рода ритуала, она обнаруживается всегда только в тишине. Когда прекращается поток отсылов, когда поток отсылов прекращается, и когда ты понимаешь, что для тебя хлеб значит только тело Христово. А не булку, булочника, муку, белый колпак, стихи, написанные о булке, звенеющие растущую пшеницу, все отсылки, то есть все коннотации, которые у тебя присутствуют. В свое время знаешь, какая была проблема? Была проблема, связанная с этим, с симфонией. Считалось, на самом деле, что недопустимо, как бы при прослушивании музыки, какая-то, какая-либо речь. И считалось, что вот речь, это что-то такое неправильное, да? Должна быть чистота музыки, и рода избавит, всякого рода речи. И вот, когда появилась опера, когда речь вторглась, во владение музыки, это сначала рассматривалось как своего рода, чтобы нечто неправильное. Но постепенно мы уже к этому привыкли, уже опера, у нас уже есть театр, водевиль и прочее. Вот я считаю, что на самом деле в деле религиозности произошло то же самое. Сначала она была пронзительной, ну, вы и симметаброй тут взять, пронзительной симфонии сначала была. И люди понимали, что совершается. до, условно говоря, до мурашек по своей коже, до ужаса, до своих косяков. А по себе она как бы вот язык, как нечто что обыденное, как нечто выдевильное, он как бы свои права все принимал-принимал, и это стало просто театром. И фактически, как ритуал, который совершается, становится просто обыденным повседневным театром. И надо в воскресенье, можно сходить в церковь, а можно пойти в театр. Да, ему можно выбрать там. Да, это очень интересно на эту точку посмотреть. Нет, дело не в этом. Почему ты, Булат, рассматриваешь церковь как театр? Это на самом деле не так. Я имею в виду, не церковь в театр рассматриваю, я имею в виду, что ритуал, церковный ритуал превращается в театральное представление. Нет, не театральное. Он ходит ряженый, что-то там делает, и люди не понимают, что он там делает, они только слышат эти слова. Все я, вот, например, я много чего изучила, например, язык, я понимаю, о чем говорится. Люди, которые хотят познавать Бога, это твоя беда как раз. Это твоя беда, что ты понимаешь язык. Да не только язык, просто понимаешь, вот это красота. Нет, человек, понимаешь, это же прелесть, это есть прелесть. Если ты не понимаешь слово, о чем идет речь, когда читается Слово Божье, да, открывается Библия, и на этом языке они читают, священник. Действие совершается в тишине. Послушай, послушай. Смерть совершалась, в тишине слова не было. В тишине все. Нет, почему? Слово Божье должно проповедоваться. Смерть как она совершается. Потом люди остаются в конце. Батюшка рассказывает, о чем была речь, о чем Слово Божье было, потому что многие не понимают на церковно-славянском языке. Верные они остаются до конца. И именно поэтому нет серьезности, что еще надо объяснять, что же такое произошло. Нет, за Людмила просто не знает, а просто в конце в любой христианской церкви священник проповедует власть свои. Да. Но наши православные священники, ну и любые, и католические, и протестантские, проповедуют как раз о том, отрывке Слова Божьего, которое читалось на этом послужении. Да, все правильно. Естественно, моя точка зрения, что, конечно, надо на русском, а не на церковно-славянском. Потому что на русском понятно. Совсем другая серьезность. Но это с майкой. Еще раз говорю, серьезность не всегда связана с понятностью. Потому что, когда, например, с тобой что-то случается, случается в тиши. Никаких слов. Извини меня, так как какая-то там магия, что-ли, совершается. Нет, а так получается, что-то не вивиник. Потому что язык это способ закрыться середус. Попытка уйти. Слушайте, есть церковь, которая уже перешла на русский язык. Есть. Есть. Я вам предлагаю, сходите послушайте сначала обычную. А потом, нет, вот представьте, чтобы различия понять, чтобы увидеть красоту. Но мы люди уже все читали Евангелие. Мы поймем, о чем речь идет. Конечно, на самом деле, вот если вы обратите внимание, как, скажем, разрисованный храм. И как бы, в этом виде сделано не для того, чтобы сделать храмы красивыми. Потому что первые храмы настоящие, они были без всякого рода икон, без всякого рода аналитиков. он построил храм для Бога. Построил. и не разрисовывал его никакими человеческими фигурами. Не разрисовывал. Нет. Это было неважно. Ну, неважно. Ну, все вопросы состоят. По Соломону были еще храмы. Все вопросы состоят в том, что зачем это сделано, потому что люди были неграмотные, им нужно было научить как-то Евангелие как-то проповедовать. И вот на стенах храма картины евангельские были нарисованы. И когда они приходили в храм, они могли по сторонам поглядеть и увидеть эти картины воочию. Что было с Христом, какие претерпелы мучения, какие вообще события произошли и какие евангельские события существуют. Не только евангельские, в том числе и библейские. Так только в этом смысл был этого. Не только в этом. Далеко не только в этом. Когда действительно мастера своего тела разрисовывали храмы, то они могли передать просто дух в евангельский. Да и потом, когда, например, приходит грешник и у него перед глазами блудные эти сцены стоят, и он может созерцать какую-то икону со святым. Или, например, Христа, который на кресте страдает. То естественно, он уже, глядя на эту икону, он понимает, что даже закрываются эти сцены перед ним. А это же компромиссный вариант. То есть это тоже для этого. Одно воскресенье на мисках, а другое воскресенье на мисках. Смысл ритуала, допустим, если взять смысл ритуала древний, какой-то совершенно верный, состоял в том, что если он не совершится, то Солнце завтра не взойдет. То есть смысл ритуал будет серьезный. Люди совершали не просто как бы некого рода обязаловку, или некого рода какое-то действие, которое непонятного смысла, как бы, как-то гешмаги. А люди на самом деле понимали бродзительную ситуацию, что если они этот ритуал не совершат, Солнце не встанет. Эта зима не кончится. И так далее. То есть цикл мира на самом деле и цикл ритуала это был один и тот же цикл. И поэтому ритуал совершался. В этом была его серьезность. Да. А сейчас получается, что превращается действие, превращается в рассказ о действии. Да. Завтра? Я опять обращаю в эту ситуацию. Литературу превращается. вот эти. Когда ты работаешь с языком, казалось бы, ты о чем-то должен делать сказать. Ты тут же притаскиваешь все коннотации, которые у тебя есть. И тем самым в этом череде этих отсылок ты забываешь про этот динатат. Я же говорю, ты про булку знаешь очень много. Что и хлеб цветет, и где угодно, и пекется оно, и что у повара был белый колпак, и так далее. Но ты в этих знаниях, в этих отсылках ты теряешь главное, что у тебя происходит. И поэтому смысл такого рода коннотации становится красота. Потому что другого смысла здесь не найти. Красиво сказано, красиво сделано. Ну я бы не знаю, я с литературой не справляюсь с красотой. Что в смысл театра? Почему мы ходим в театр, хотя в театральном действии происходят все те же самые сцены, которые происходят в жизни? Какой смысл? А смысл состоит в том, что в театре они сыграны более интересны, чем в жизни. Более совершенны и так далее. И мы можем со стороны насладиться этим процессом. На самом деле ритуал изначально в своем смысле является жизнеутверждающей вещью. Потому что в этом ритуале происходит возобновление природы человека, возобновление цикла жизни, жизни и смерти. И это магазин оправдывается, в том числе и существование человека. То есть это некая серьезная вещь, которая не может не совершаться, иначе просто мир рухнет. А получается, что фактически теперь происходит так, что люди просто приходят посмотреть на некое действие. Которое даже если не совершится, ничего не произойдет. Да, это смотрите. То есть получается, что денотативная означающая природа языка противопоставит языку как таковому, как систему коннотации. Язык у тебя есть система коннотации, то есть отсылок друг между другом, горизонтальную. А его денотативная природа, то что у тебя не просто какое-то высказывают, ты высказываешь всегда о чем-то, то есть та непосредственность, которую мы утрачиваем непрорывной болтовни, она является как раз смертью самого языка. То есть язык тогда получается в смысле его денотата несет в себе свою гибель. Не знаю, как язык несет свою гибель, но мне просто любопытно, я иногда спрашиваю верующего, зачем он входит в церкви, что он там нашел. И мне часто, как ни странно, мне часто говорят, что нравится красота. То есть нравится красивые иконы, красота, богослужение. То есть они никакого другого смысла не находят, кроме красоты. И это любопытно, на самом деле, что действительно, когда в горизонтальном направлении, как я говорю, это язык, когда забыты те серьезные генотации, о чем идет речь, когда все метафоры перестали быть метафорами, а стали тем конечным смыслом, якобы, так, в кавычках, да? Что метафора должна, как икона, должна относить к некому потустороннему миру, да? И, на самом деле, смотря на икону, любую, мы просто, как через окно смотрим в другой мир, да? А на самом деле, иконы сами собой, самоценными становятся, уже молятся конкретным иконам, потому что они какие-то уже намолены, какие-то иконы, конкретно иконам помогают. Да, они в дискурсе, в дискурсе своем все живут. Она становится самостоятельной, никуда она уже не отсылает уже. А просто икона, она самоценна, она сама уже святая. Она как раз отсылает, она не отсылает к вовре. Она отсылает, как ты говоришь, горизонтально. Она горизонтально отсылает. На самом деле, просто может быть, тебе человек такой попался, который так тебе ответил. А церковь, она нужна ни для того, ни для обрядности. Людмила, я все понимаю, не надо мне... Для спасения души. Да я все прекрасно понимаю, зачем бы я это иначе приводил? Я просто объясняю, что как бы есть... Просто есть люди, которые ходят для красоты, а есть люди, которые ходят для спасения. Хорошо, хорошо. Мне кажется, что люди разные. Пак состоит в том, что эта интуиция подтверждается. Мы просто объясняем сейчас, пытаемся найти интуицию. Она подтверждается даже вот такими вот вещами. Нет, я не к тому, что никто, я не вижу, что кто-то нападает. Смотрите, на самом деле, если вдуматься, любой религиозный ритуал, это есть ритуал жертвоприношения. Любой. И древних каких-то религий, каких-то там, совершенно варварских и современных. Но везде, просто в современной религии произошло замещение, как бы жертва перестала носить, ну, допустим, не живого же человека, который носит жертву, а как бы никого заместительного. Сначала, как у евреев, замещали человека козлом отпущения, то есть убивали животных, постепенно, как бы вообще от жертвоприношения отказывались. В христианстве эта тема в Евангелии прослеживается, что как бы Христос на самом деле выступает против жертвоприношения. Но на самом деле становятся последние жертвы, да, он священник по чину Мехиседека, он как бы является царем и священником одновременно, он последняя жертва, да, за все это, и больше жертву приносить, кровавую жертву больше приносить не надо. Но тем не менее, в символическом смысле заместительная жертва остается. Но вот эту заместительную жертву, чтобы ее метафору удержать в серьезности, для этого надо очень большое усилие верующего. То есть верующий должен, как бы, ну, понимать пронзительность ситуации, что происходит. И происходит, и это происходит, в этом есть цикличность определенная, да, и он должен в этой цикличности жить и понимать. Но на самом деле, по факту сейчас получается, что это богослужение превратилось просто в театр. И люди ходят посмотреть на красивое богослужение. И просто, почему? Потому что серьезность исчезла. Вот эта метафора перестала быть метафора. Жертвоприношение перестало быть жертвоприношением. Как в Толгском монастыре. Понимаешь, в чем дело, если эту метафоричность убрать, если в частности сделать богослужение на русском языке, это потребует от церкви большей серьезности. Я бы, знаешь, еще сказал. Понимаешь, от духовенства больше. Да это просто, это как А оно к этому не способно. Это переход от театра, где поют на итальянском, какая-то попытка итальянскую перейти на русский язык. Это ничего не поменяет. Единственный способ возобновить ритуал во все его шире, это опять перейти к кровавой жертве. И когда люди увидят, как кровь прыснула на самом деле с престола, вот тогда на самом деле народ ужаснется. И тогда опять это по этому чувству настоящее. Ужаснется первый раз. Да дело не до этого. Просто на самом деле, ты пойми на самом деле, кровь проливалась не потому, что люди были звери, а потому, что в этом была серьезность. Пока льется кровь, люди понимают серьезной жизнь и смерти. И когда кровь перестается, кровь лилась ручьями. Да дело Я не говорю про колизей. Я не говорю про колизей, я говорю про ритуал. Ритуал жертвоприношения. Колизей это не жертвоприношение. И сейчас на каких-нибудь мотоконках тоже кровь льется. А ну это по себе кровь ничем не решает. Еще раз объясняю. Суть вопроса состоит в серьезности действия. Серьезность действий должна... Слова... Что сделали слова? Они заместили всю серьезность, они превратили все... А вот знаете, я хочу вам что сказать. Между прочим, как раз протестанты, они уже отошли от этой обрядовости и вообще уже даже, ну как бы считают, что иконы не нужны и вообще вот это все не нужно. И они перешли к этой простоте. И что у них получилось на собрании? Я была вот на их собрании. Они копают ладоши, пляшут, они поют по-русски песни. Вот к чему перешло, вот эта служба, к чему она перешла. Ну да, потом, естественно, служитель церкви рассказывает, зачитывает слово на русском языке и все это объясняет. Я думаю, что если это начнет переходить вот так вот, то мы придем к протестантизму. Хорошо, но в чем смысл-то все-таки смерть языка-то все-таки и в чем состоит? Я считаю, что на самом деле язык является скорее монстром. Да, то есть он все пытается приводить в симулярках. Да, все пожирает он. Вместо того, чтобы... Даже взять философию. Вместо бытия он все время, по любой факт, подпихивает в симулярках. Смотри, вот даже философию взять, ведь благодаря языку, на самом деле, вот серьезно философия исчезла. Все превратилось в литературу. Все превратилось просто в обсуждение каких-то текстов. Кто что сказал, там, или... Как будто бы нету самого серьезного... Да, симуляционная деятельность возникла, да. Вся философия-то... В 20-м веке. Космодернизм, это же вообще по философии написание действий. Гегель говорил о бытии. Посмодернический философ, он... Аналитическая философия, это и аналитическая... Эти эффективно отдает, что ничем не занимается как симуляционной деятельностью. Потому что они поняли, что язык, это мощь, как бы, это некого рода, как бы, тотальность, в которой сбежать невозможно. Это как-то предельное. Она все пожирает вокруг себя. Вот работа с языком, литература появилась соответствующая, безумная, там, да, там, когда это уже и квакует, и там, и еще там, с языком только не делает, там. То есть играет с языком, там, вся города Витгенштейна, там, это языковые игры. То есть люди начали безумствовать вокруг языка, забыли всю серьезность, как бы, да. Просто язык, на самом деле, стал управлять вот этими вот людишками, да, как бы, там, якобы философствующими. Но якобы в этом есть какая-то философия, якобы в этом есть какая-то серьезность. А на самом деле это просто, как бы, некое воспроизведение языка как такового. Подождите, вы знаете, я вот читала, как раз когда я читала про церковно-славянский язык, там был пример хороший приведён, когда мы, либо мы послушаем хорошую классическую музыку, и какими мы после этого остаёмся, либо когда мы прослушаем рок, и что с нашим сознанием после этого становится. То есть рок это русский язык, это плохо? Нет. А классическая музыка, церковно-славянское, это хорошо? Нет, но человека возвышает классическая музыка, а рок, наоборот, нас немножко вот как бы... Почему? И русский язык так же. Потому что... Нет. А ты знаешь, что вот, например, кушать как бы мясо, там, это срамное, это плохо, а вот кушать рыбу, допустим, это постное, это хорошо? Ну да. Поэтому монахи искрают по праздникам рыбу, а мясо вообще нельзя. Смысл это разница не очень понятный, там и там еда. Ну, по крайней мере, значит... Но ты же не ешь мясо. Почему я? Не ешь. То есть как бы сохранить и... Я кружу человеческую пиву. Знаешь, что? Я кружу человеческую пиву. Я кружу человеческую пиву. Ну чего, ну всё, давай. Не похоже, да? Нет, давай, давай. Ну а что я хотел сказать тоже? Про смерть языка. Про рух и классическую. Не смотри. Смерть языка не удалось. А? Смерть языка не удалось. Ну в ритуале. Смерть языка, да. Язык всё время подсовывает себе ритуала, и при помощи ритуала пытаешься символикационной деятельностью исправиться. Язык уничтожил всякое действие, и всякое действие превратил в язык. Всё стало языком. Ну, а если мы возвращаемся к серьёзности действия, то таким образом мы отказываемся от языка. Да, так и есть. Только в тишине. Именно так. Серьёзностью невозможно только в серьёзном молчании. Как ни странно. Такого серьёзного говорения сейчас невозможно. С рациональной позиции получается. Очень мило и хорошо перейти на богослужение на русский язык. Но проблема состоит, что любой живой язык пытается превратить любую действительность в симуляцию. Почему он об этом говорил? Что всё было как бы сакральное некое, которое вроде как пряталось за церковно-славянским языком, а так вроде стали всё обыденным и повседневным. Ну, может быть. И совершенно исчезли. Он сказал, что при этом будет спасённый сам язык. Ну, это он так считает, что якобы священное само по себе самодостаточное, а оно языку придаст как бы некому роду новый статус. А вообще ведь придумал службу, вот эту вот службу, вот, ну как она по порядку идёт. Василий Великий. Да, Литургия. Ребята, сядите на пирушки и выпейте за меня, и поедите. А теперь это не просто выпить и поесть, а это как бы целый ритуал. Чтобы было консервировать всё. Да нет, может. Еще и репроистить. Так, то есть шла просто о совместной трапезе и Евангелии, а теперь получается совместная трапеза. Так что получается, что русское православие право, да? Для человека, который, я думаю, для человека, который не ходит в церковь и не живёт вот этим вот, он и не понимает, он, наверное, хотел бы, чтобы было на русском языке. Да нет, просто наше крестерство одной ногой с одного не стоит, только в этом всё дело. Они поняли просто, что никакая новозаветная церковь невозможна в том её виде простецком. Они поняли, что единственная возможность церкви – это церковь, как бы, в веках и завета. Но ведь есть же собрание, на котором… Есть, где есть тайна какая-то. Есть священники, которые единственные допущены. Да, да. Единственные допущены, допущены, допущены. Тайный авторитет. А его ещё должен… Что там треть этого? Не, но у нас не тайный авторитет. У нас все приглашаются. Есть собрание, у нас церкви. Оглашенные вы идите вон, это что такое? А, оглашенные, которые не крещённые. Ну, правильно. Значит, не все приглашаются? Ну, просто… Чтобы не было, как Иуда, который взял и отвёлся от Христа. Они это делают… Так бы толпы выбегали его. Чтобы не было таких Иудов. Он была-то даже вынесла Святым Духом. Никто же не уходит. Никто никогда нигде не уходит. Это стало формальной спешкой, что это театр. Понимаешь? Нету никакого… Да, всегда священника рукополагают. Тоже спрашивают верующих, достоин ли он. Ну, спрашивают. Все Аксиус говорят. Хотя он многие… По-русски. Нет, многие Анаксиус кричат, а… Даже не понимают, что кричат. Да. А все Аксиус, Аксиус… Что Аксиус-то? Специально по-гречески. А надо Анаксиус? А надо, ну нет, например, что недостоин, да. Анаксиус? Да, по-моему, Анаксиус. Блин, буду у тебя ходить по церквям и в момент этого выкрикивать. Не, а было такое. Кого-то посвящали и начали кричать, что недостоин. Но его… Я говорю, что сейчас все формально стало. Это же театр. Театр юного зрителя, человек. Как бы… Действие должно совершиться просто потому, что должно совершиться. Никакого смысла оно не имеет, потому что все равно священник станет священником, чтобы не случилось. Не, ну можно же, например… Как чиновник назначает там, хоть народ там будет хоть вопить, что это плохой человек. Можно же сделать церкви какие-то на русском языке, а какие-то оставить на таком варианте. Еще раз говорю, ну ты никак понять не можешь. Дело не в каком-то конкретном языке. Все, которые захотят, понимают… Дело вообще говорит о том, что ритуал… Пойдут туда. В современной ситуации ритуал невозможен в силу того, что язык стал полностью тотальным. Подчинил себе вообще все. В том числе и ритуал. То есть забыли способ борьбы с языком. Был такой способ борьбы с языком? Да? Брали. Был эффективный способ борьбы с языком. Да? Получилось. Один из таких способов – это аскетизм. Ну да, конечно. Кстати, отказ от речи. Отказ от речи, молчание, молчание. Молчание, да. Некоторые хотели отказ от ЭКО. И вот отсюда разделение пошло и протестантская церковь… Тебя не на две речи… А, нет. Один дерево… Нет. Все нет. Один. Вы просто не об этом речи. Я по этому… Нет, а я… Я понимаю. Людмила, суть вопроса, в чем вы имеете в виду? Ну, на самом деле, что… Если анахареты такие были, да, которые спасались в пустынных местах, и там они были молчальниками, они не говорили и годами не говорили. Это же не просто так, отказ от языка, это же не какая-то блажь. А это вот то понимание, на самом деле, что язык все превращает в балаган. Все превращает в представление, в симулякр, в оперетку, какой-то водевильчик. Это должна быть симфония, а все превращается в оперу, водевиль, все вот игрушки, театральные представления. Надо избежать этого, избежать. И язык не может иначе быть, потому что язык, он взятый с понедельностью, он наше сакральное превращает просто в обычное, в пошлое. И поэтому, когда богослужение ведется на языке церковного славянства, они, видимо, чувствуют это, что то стоит только отдаться еще русскому языку, это будет последний шаг падения всякого рода ритуалов. Так он хоть какую-то мистику сохранил. Как произошло, да, с протестантизмом. Казалось, все нормально, все логично. Да так все выхлочено. В результате, как бы, почти ничего нет. Ничего не осталось. Одна миссионерская деятельность осталась, евангелизация. Да, и причем она стала формальной, совершенно бездушной, совершенно, как бы... Ну, не знаю, они-то как раз, нельзя про них сказать, что они особо, что они в это не верят. Они активно занимаются миссионерской деятельностью, проповедуют. Ну, тем же поговорили с теми же свидетелями и говорили. Это просто они создали новый языковой дискурс внутри языка, это локальный, да? Да, но это же ужас какой, что они говорят. Так они и слово при этом искажают. Да, 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 я что. Искажают слово, да. То есть, видишь, как эта смета как нестанно звучит, как мысль изреченная есть ложь, да? Поэтому... Вот я смотрел один фильм такой просто еще, замечу. Это... Я название его не помню. Там все состоит в том, что... Ну, там, про революционеров рассказывается, да, и, как бы, есть революционеры-исполнители какого-то действия, а есть, как бы, вот, идеологи. И там показывают, как, вот, и революционер-исполнитель, он постоянно молчит. Он молчит и что-то делает, рисует, там, что-то думает, ходит, там. И к нему приходят вот эти идеологи и говорят, знаешь, у нас тут наша партия решила, там, совершить, так, и теракт, как бы, и убить такого-то вот политического водителя, он мешает нам, типа. И он совершает это действие. Там где-то минут десять, наверное, как он это все делает, как он доходит до этого человека и убивает его. Ну, там все происходит, вся сторона фильма, что в момент, когда он уже там собирается убить, друг ему звонят и говорят, что-то мы тут подумали, и эти условия изменились, и убивать не надо. На сотой. Да. Ну, на сотой как-то там, что-то ему сообщили, как-то успели. И он все равно продолжает действовать, ничего не говоря. Вообще ничего не говоря. Просто совершает действие, убивает, и потом показывает, он точно так же в тишине где-то там, скрываясь где-то там, просто сидит и продолжает своим занятием заниматься совершенно все в тишине. И суть вопроса стоит то, что вот здесь вот идеология, вот этот вот лживый дискурс, да, где постоянно меняются слова, где смыслы все размазаны, да, где непонятно, где правда и где ложь, да, и противопоставляется здесь вот этому некому суровому, однозначному молчанию. Решили, значит сделали, как бы довели до конца. И вот этот фильм я тогда еще в детстве даже поразил. Я просто так и не понял, какое название этого фильма. Вот, на самом деле, в современной ситуации противопоставить лживости и, как бы, вот этой бесформенности и пустословию может только единство способа – молчания. И фактически, на самом деле, сохранение религии может быть только вот среди анахореток молчания, но больше нигде нет. Все остальное – это уже просто выдавит. Все остальное – это уже и ритуал, уже батюшки уже сидят перед камерами. Ну да, на самом деле, конечно, мы понимаем, что такое религия, как все это выглядит красиво, в общем, это театр. Что русскому православию ничего не поможет, конечно. Серьезности уже нет, все это театр. Но, по крайней мере, если не будет дольше держаться церковнославянский язык, может быть, чуть подольше вопрос существует. Да. То есть это, как бы, одно из немногих, чего не осталось. И точно так же, на самом деле, и в католичестве, ведь там все-таки остается латиница. Они тоже, видимо, давно это понимают, что стоит только отказаться от латинского языка, и все перестанет, просто все станет протестантизмом, просто все исчезнет. Ведь, фактически, что такое протестантизм? Отказались от латинского языка и дошли до пределов. Да? Просто ее превратились в лишнее. Из разных вещей. Но это они с тобой не согласятся. Они считают, что они настоящие. То есть они, наоборот, как бы являлись его развитием, а католицизм... Да. Ну и православие, разумеется, они о нем знают. Просто, на самом деле, если вдуматься, религия всегда является чем-то, как бы сказать, повежливой, да, чем-то монстрозным. И, как бы, и вот это... И всегда религия всегда отображала человеческий ужас перед миром, перед бытием и прочим. И как только ужас исчезает, все превращается в адыбин. И, на самом деле, вот как получается, что надо возобновить как-то этот ужас? Да. Это... Надо страшиться. Это крайне интересно. Потому что, даже если Бога нет, то, безусловно, должен быть великий инквизитор. Страх Божий потеряли. Нет. Действительно, должна быть инквизиция. А это первое? С пытками со всеми остальными вещами. Первое, как бы, как сказать? Человеческими разжалоприношениями. А? Зачем? Человеческие разжалоприношениями я не знаю. Все-таки это уже было бы излишек. Но, как бы, что-то такое, как бы, вот, условно говоря, в тишине совершающейся требуется. Что-то в этом духе. Ну, да. Такую картинку замечательную можно придумать. Куча крестов с горящими еретиками и грешниками. Да. Но это опять будет театр. Ты, как бы, каждый раз все-таки апеллируешь театр. Нужно не представление. Надо вернуться к серьезности. Вот там, например, фильм посмотрели, а апокалипсис называется, по-моему, да? Там про то, как идейцы майя там. А, да, да. Замечательно. Замечательно. Вот согласитесь, что все-таки это же ужас. Фильм был замечательный. Это же ужас, как это происходило. Апокалипсис называется. Там же совсем другая атмосфера. Пусть это все ужасно кажется варварским, но если вдуматься от этого, вот та религиозность, которая была изначально, ради которой надо было убивать. Ты пойми, на самом деле, что нерв нашей жизни, вот я говорю вам про то, что… Чтобы вернуться к непосредственности динатата. Да. Ты возвращаешься по версии динатата, уходя от симуляков, которые тебя подсовывают. На самом деле, мы же живем в языке, а язык не то, что все вечно. Язык вечен, ты вечен, все вечный, Бог вечен. Как будто бы нет ни смерти, ничего нет как будто бы. И потом вдруг раз смерть подкрадывается, и ты будешь. Так язык меня обманул, что ли, что все вечен? Ведь язык, на самом деле, вращает, в нем обращается некого рода идеи, и они вечны. Они сами по себе никак не умаляются, не умешаются от того, что их эксплуатируют и воспроизводят. Но ты-то, на самом деле, умаляешься, ты стареешь и умираешь однажды. Так вот, вернуться к динатату, это означает, на самом деле, со всей мощью. Опять же, как бы, и с недоверием к языку. Язык придумал, кстати, как бы считается, Бог тот или там по-другому версия. Как там, Бог этих торговцев и обманщиков. Меркурий? Меркурий там, да. Он же придумал язык. Он обманул фактически просто людей. Он им подсунул, как бы, это некого рода заменитель, и мы перестали, ну, если так вот брать такую аналогию, то перестали понимать серьезность жизни. До этого была серьезная жизнь, а когда мы начали говорить, все, мы как бы все заболтали. Вообще говоря, если вдуматься на самом деле, мы только и делаем, что разговариваем. Да, поставили между собой. Мы уже не действуем, мы только разговариваем. Политики разговариваем, мы разговариваем. Разговариваем. Политика поставили между собой и бытием. Да. И пока, в конце концов, договорились до того, что уже бытия нет, реальности нет. Есть только язык и различные способы говорения. Дискурсы есть. Вот мы в дискурсе обращаемся, ничего не надо. Просто воспроизведение языка в различных дискурсах. Все. Все, что осталось. Вот, посмотрите. Истины нет. Бога нет. Реальности нет. Бытия нет. Ничего серьезного нет. Есть только игра. Давайте писать тексты о текстах, о текстах и так далее. Это заниматься всяким образом сумасшествием. Кто на что гордался и прочее. Никакого динатата? Нет, нет никакого. Да, да, да. И вот это поразительно. Мы же тут сходили, посмотрели на медиафилософию. Да, так это же я же говорю. Там человек просто нормальный, в общем, в душе не глупый человек. Он реально думает, что бытия нет. Да. Не потому что это пафосно. Бытие есть, а не бытия нет. А у него бытия нет и все. А факт, и реальность никакой нет. Одна медиафилософия. Одна медиафилософия, которая сводится просто к языковым играм. Переводам из одного от друга. Из одного языка к другому. Даже Лушта говорит. Все, язык поглотил все. Кстати, хорошую между прочим отсылку. Что факт? Это как бы вот в Венере. Да, смотрел это было страшно утомительно. Три часа упражнялся в языке. Совершенно пропусто. Субтитры создавал DimaTorzok.